Добрый день! Сейчас мы рассмотрим механизм работы отложенных функций, на примере SetViewTarget и ShowViewContent. Для начала дадим определение тому, что же является отложенной функцией. Отложенные функции – это технология, позволяющая задавать заголовок страницы, пункты навигационной цепочки, CSS стили, дополнительные кнопки в панели управления, мета-теги и тому подобное с помощью функций, используемых непосредственно в теле страницы, а соответствующие результаты работы этих функций выводить в прологе, то есть выводить их выше по коду, чем они были заданы. Другими словами, это технология, которая позволяет выводить HTML-код выше самой функции, которая его генерирует. Так, в нашем шаблоне сайта с помощью ApplicationShowTitle мы указываем место, где будет располагаться заголовок страницы, однако само значение не определяется. К примеру, на детальной странице новости в качестве заголовка указывается название текущей новости. Схематически это выглядит так. Имеется ApplicationShowTitle, который определяет, где именно выводится наш заголовок. И есть компонент «Выводящий новость», который как раз таки определяет, какой именно заголовок отображать. В рамках данного урока хотелось бы уделить особое внимание связке функций SetViewTarget и ShowViewContent. SetViewTarget переносит необходимую часть в специальный контейнер. ShowViewContent показывает содержимое контейнера, там, где это необходимо. Метод удобно использовать, когда в дизайне сайта, к примеру, фильтр размещается отдельно от каталога, справа или внизу. Компонент фильтра необходимо подключать до каталога, чтобы он формировал массив и передавал в каталог. Пример такого использования мы и будем сейчас рассматривать. Зайдем в каталог и в один из разделов. У нас имеется умный фильтр, который необходимо по заданию переместить во включаемую область. Если бы мы не использовали отложенные функции, нам необходимо было бы в настройках данного компонента отключить фильтр, а во включаемой области использовать еще один компонент. Такое решение не совсем корректно. Давайте решим задание, используя отложенную функцию. В шаблоне компонента найдем тот участок кода, который отвечает за вывод фильтра. В данном случае это этот участок. Для того, чтобы записать необходимую нам часть в специальный контейнер, используем следующую конструкцию. This setViewTarget В качестве параметра передадим значение, которое будет являться идентификатором для данного таргета. И в конце участка кода, отвечающего за вывод фильтра, мы определим, что здесь у нас заканчивается наш ViewTarget. При помощи конструкции This and ViewTarget Сохраняем и смотрим, что получилось. Как видите, фильтр не отображается, хотя в настройках компонента мы установили значение показывать фильтр. Теперь давайте выводить участок кода, отвечающий за вывод фильтра, во включаемой области. Создадим для данного раздела собственную включаемую область. И используя конструкцию ShowViewContent, укажем, что нам необходимо отображать содержимое контейнера фильтр. Название контейнера мы указываем в качестве параметра. Сохраняем. В результате в собственной включаемой области у нас теперь отображается умный фильтр для данного каталога. Таким образом, мы узнали, что используя функции SetViewTarget и ShowViewContent, мы можем производить более детальную и тонкую настройку при интеграции шаблона.